На Украине уничтожают память о советском времени в поисках подлинной истории. Ради этого меняют советские названия городов на досоветские. Но с Днепропетровском вышло сложнее. Его досоветское название Екатеринослав все равно указывает на подлинное прошлое, которое идет в разрез, сочиненное за полтора века сказкой. И Хунте пришлось присвоить городу «Имя Днепр». О чем говорит инициатива переименования Днепропетровска? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился политический консультант Анатолий Вассерман. Отвобождение Украины от стурок и для ее экономического развития не меньше. Они нашли выход еще нелетнее, а именно назвали город просто Днепр, с кем обреклись на географическую путаницу. Днепр играет в жизни Украины намного большую роль, чем каждый из городов, на ней стоящих по отдельности, именно потому что этих городов много. И теперь придется во всех документах писать Днепр город, что звучит достаточно нелепо. Цели переименования понятны. Террористы, захватившие власть в стране в 2014 году, вынуждены ломать историческую память народа любой ценой. Потому что эта память отчетливо показывает, что эти деятели – абсолютные преступники и не имеют права ни на власть, ни на свободу. Так что я могу только сочувствовать с жителем Днепропетровска. Во-первых, потому что власть в Киеве захватили люди, мягко говоря, не умеющие видеть даже на ход вперед. И во-вторых, я сочувствую тому, что жители Днепропетровска, когда у них была такая возможность, не сообразили, кто теперь ими управляет и не скинули этих преступников. В феврале и марте 2014 года такая возможность у них была. В конце декабря 2015 года Горсовет Днепропетровска обратился к Раде с просьбой не менять название города. За это выступает более 80% горожан. Но где же тут демократия, особенно европейская? Они далеко не превзошли своих учителей. Западная концепция демократии как действий от имени народа, вопреки интересам народа, на Украине отработана больше, чем в Российской Федерации, в Европейском Союзе больше, чем на Украине и так далее. Так что можно не сомневаться, что формула, у кого пистолет, что ты прав, еще долго будет на Украине главной. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».